В Дворце культуры Туаза прошла завершающая лекция из цикла «Русский канон» известного журналиста и филолога Леонида Клейна. В рамках проекта «Химия слова», организованного Тольятти Азотом, Леонид в течение целого сезона рассказывал тольяттинцам о шедеврах русской литературы и о творчестве великих писателей. «Безусловно, это был эксперимент. Мне кажется, что в этом плане наша задача была достигнута. Нам удалось показать комплексно русскую литературу. Конечно, она многогранна и бесконечна, но с помощью Леонида мы выцепили именно те знаковые произведения, которые позволили нам по-иному посмотреть на наше наследие. И многих, я слышала, по крайней мере, после лекции, это сподвигало еще раз перечитать эти произведения, возможно, почти другие произведения, которые входили в школьную программу, но были не так талантливо преподнесены, как это делает Леонид». Последняя лекция Клейна была посвящена литературному творчеству Владимира Высоцкого. Встреча началась с песни Владимира Семеновича «Певец у микрофона». «Высоцкий объединял 250 миллионов человек. И больше, на самом деле, потому что те, кто еще жил за границей. Это феномен. Мимо него нельзя пройти. Это явление совершенно невероятное. Поэтому мы же говорим о ключевых русских людях, которые что-то сделали в литературе. И Высоцкий, конечно, творил словом. Понимаете, вот это бренчание под гитару, это было просто бренчание. Он творил текстами». Как целое культурное явление, Высоцкий не вмещается ни в какие рамки. Для людей старшего поколения Владимир Семенович был современником. «Молодым сегодня не всегда понятны реалии советского прошлого, отраженные в его песнях», – сказал Клейн. Высоцкий в поэтическом творчестве охватил и вобрал многие проявления советской жизни, стал своеобразной энциклопедией своего времени. В творчестве Высоцкого тема Великой Отечественной войны занимает особое место. Клейн отметил, что у его лирического героя много масок. Но прежде всего Высоцкий – романтик. Романтическое желание одиночества и в то же время тоска от непонимания. Мрачное мировоззрение поэта с постоянным желанием выйти за флажки и невозможность вырваться из этого круга. Все время на краю, над бездной. Высоцкий писал про человека, который всегда рвется на свободу. Народ узнавал себя в его песнях, Высоцкий говорил простым языком, был одинаково понятен всем и всеми любим. Это была эпоха магнитофонов. Идеальный медийный формат, сказал Леонид, вроде бы и запрещен. При жизни Владимира Высоцкого вышла всего одна большая пластинка, но при этом известен всей стране, любимец публики, имел возможность играть в театре, снимался в кино. Мне захотелось приобщиться к этой культуре и как-то даже внутри духа патриотизма, мне кажется, какой-то. Проснулся и очень, правда, было интересно. И столько понятно, что его поэзия, она многогранна, и она трогала сердце каждого. И даже сейчас трогает, наверное, на все времена это. Я тоже, как начал Клейн, что у него в душе Высоцкий, у меня он тоже в душе, потому что у меня была вот та большая пластинка, которую я всю наизусть знала и помню до сих пор. Поэтому для меня тоже очень-очень вернуться в детство. Сегодня для меня что было интересно, это вот какие-то детали эпохи, которые очень плотно вошли в его тексты, тексты Высоцкого. И Леонид сегодня напомнил вот об этих деталях. И, опять же, много пластов, смыслов песен, потому что сейчас вот открылись какие-то интересные вещи, которые, ну, тоже в то время, там, с детства, в юности не очень хорошо воспринимались. Здорово. Ну, я хочу сказать, что здесь намного вдохновляет смотреть, изучать, читать, ну, я говорю, как новое поколение. Мне же это, что там, например, в школе продают литературу. В школе это скучно, скажем так, здесь просто интересно и заставляет долго-долго думать. Очень рады то, что у нас город посещает, вообще много лекций прочитал, нам на многие темы ознакомились. И вообще большое впечатление произвело то, что возобновилась такая форма общения, как лекция. Это живой звук, живое слово, единомышленники. Все темы были очень интересные. А сегодняшняя, конечно, это песня, лебединая песня нашего цикла. Все то, что мы слушали. Постоянные зрители литературных лекций интеллектуального клуба «Химия слова» искренне благодарят «Тольятти Азот» за полученную возможность слушать Леонида Клейна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова